Почти не погнутый. Это у нас Foto 5, по-русски G530, G5 2017 года. Один из самых продаваемых телефонов сейчас у нас. Очень часто бьют дисплеи. Цена оригинального дисплея только что купил. На этот девайс составляет 53 евро на сегодняшний день. Качество отличное. Еще ни разу не подводили. Ну там за работу кто сколько берет. 20, 30, 40 евро. Полностью проклеены. Ну я еще дополнительно проклеиваю по бокам, когда устанавливаю дисплейный модуль. Эспаратор включил. Телефон включается. Я его поставил на подзарядку. Нажал на кнопку включения. А завибировал. То есть включился. Звуков не слышал. Сейчас разберем, посмотрим. Очень часто G7, G5 2017 года приносят на ремонт именно с разбитыми дисплейными модулями. Это, наверное, можно не греть, учитывая, что он полностью расхерачен. Спасать нечего. Это сыпется в руках уже. Разъем дисплейного модуля закрыт пластиковой заглушкой и в этих моделях. Стекло отдельно отвалилось. Вот она заглушка. Отстегиваем. Стригиваем модуль. Ну и все. Дальше его просто отдираем. Вон он, на двустороннем скотче. Вот здесь вот полностью залеплен. Поэтому, дабы не скапливать стеклянную пыль на курсе, в коврике. Я его за кадром отрву. Вот такая картинка красивая получилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ко мне пришли. Продолжаем. Проходили клиенты. Перенеси на ремонт дисплей. Еще один пассажир зашел. Так вот, что я рассказывал. Приносили iPad mini 4 на замену дисплейного модуля. Не смог найти на нашем рынке. На Али забил. Стоит 90 евро. Такого хорошего качества. Вроде почитал отзывы. Но девушка не захотела ждать две недели. Недостаток интернет-магазина, конечно. Все есть. Но ждать достаточно долго. Итак. Удалили. Удаляем. Все, что не нужно. Погнутая рамка. Деформированная. Хорошо будет, если влезет в дисплейный модуль. Ну, знаете какие сколы. Погнутая рамка. Ну, давайте подстегнем, проверим рабочий дисплейный модуль. И за раз попробуем его всунуть в рамку. Сейчас он, наверное, не включится. Сделаем рестарт. В принципе, простая замена. Ничего сложного нету на этих моделях. Избирать телефон не нужно. Все делается сразу. И откручивание одного винтика каждый может заменить. Продолжение следует. Продолжение следует. опять заходили за всякой ерунды заходят ну тут не бывает никаких косяков я поставлю оригинальный дисплей никогда ничего не возникало никаких проблем можно смело ставить посадим обычно на 7000 зачем-то его включил b7000 даже там не стоит двусторонний скотч оригинальный все равно нормально он не схватит вообще на всех оригинальных дисплеях где стоит двусторонний скотч ну если дисплей оригинальный соответственно и скотч тоже оригинальный с завода изготовителя идет учитывайте то что там его прессуют при высокой температуре вот и на абсолютно новые ровные каркасы вот в нашем случае телефон бушный плюс так как зовут изготовитель мы все равно не поставим поэтому в любом случае садить будем на на двусторонний скотч на клей тот самый угол боюсь что не вылезет довольно сильно подмет не пришлось снимать бурмашинкой клиента конечно же предупредил что если что придется срезать так снимаем обертку так вот и и и и и и Застёгиваем модуль. Ставим ловушку. Снимем пластик. Он будет мешать контролировать зазоры. Все нормально влезло вроде. Вот что у нас тут получилось. Других вариантов просто не было. Ставлю зажимы. Сепаратор сегодня кидать не буду, потому что телефон не оставили до завтра. В принципе спешить некуда. Можно оставить на всю ночь. Застёг. 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 В принципе и всё. за пятнадцать минут можно все поменять всем спасибо за внимание друзья удачи в работе в ремонте в личной жизни оставляйте комментарии все читаю по мере возможности все всем удачи на связи